Да, то есть смотрите, мы выяснили, что Бог на самом деле никогда не евреев не обделял вниманием. Есть, кстати, еще одно место, сейчас я попробую его найти. Спасибо. Деяние 14 глава с 16 стиха, ну с 15 можно. Откройте, у кого из Библии. Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. То есть, обратите внимание, это мнение еврея, который хорошо знал Писание, который имел четкое представление об отношении Бога к другим народам. Вот написано, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, только одному народу не попустил, Израилю. Всем остальным народам попустил ходить своими путями, хотя и не переставая свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. То есть, смотрите, народы были предоставлены сами себе, а Израиль не был предоставлен сам себе. Но Израиль, как первенец, он должен был быть воспитан для того, чтобы показать пример другим народам, как следует следовать за Господом, как следует приближаться к Господу. И смотрите, интересный момент. Значит, если, к примеру, пришелец, то есть человек, представитель другого народа, живущий на территории Израиля, не опускающийся ниже того уровня, который был определен для Ноя и его потомков, жил среди Израиля, имел полное право. Вот, кстати говоря, тот же Орн и Ивусиянин. Жил, и обратите внимание, даже землю имел, на которую Давид имел полное право. Если помните, Иерусалим, он не был завоеван израильтянами во время завоевания земли. Иерусалим оставался в руках и Ивусиян, и Ивусеев. И вот Орна был представителем этого народа. Давид завоевал Иерусалим, но все равно у кого-то из местных жителей оставалась во владении какая-то земля. То есть, если мы проследим вот это вот все в контексте тех заповедей, которые Бог дал, как вести воины, то, по всей видимости, Давид оставил в живых тех, кто принял над собой власть Израиля, и оставил им их земли. И, в принципе, он, придя к Орне, мог свободно сказать, это моя земля. Потому что он завоевал этот город, понимаете. Но Давид проявил величайшую милость к этому человеку и предложил ему еще денег за эту землю. Хотя тот сказал, бери бесплатно, понимаете. Я думаю, что когда Давид ушел от Орны, Орна перекрестился и сказал, спасибо, чтобы живых оставил. Понимаете. То есть, момент такой. Вот такого плана неевреи, они могли жить спокойно, нормально на территории Израиля. Значит, единственное ограничение, они не имели права иметь свою землю, значит, и они не имели права приблизиться к жертвеннику, приблизиться к Господу и принести жертву. Значит, но если они хотели это сделать, они могли обрезаться и стать полноправленными членами Израиля, но при этом все равно не имели права на землю, но жертву уже могли принести, уже могли приблизиться к Господу. Но есть категория людей, которые вообще не имели никакого шанса, никакой надежды. Это евнухи. По одной простой причине, что они бесплодны. Даже потомок Аарона, если он оказывался бесплодным, то есть раздавленными ятрами, так написано, значит он не имел права приступать к священодействию. То есть Бог к этому относился достаточно серьезно. Бесплодное не может войти в Царство Божие. Значит, то есть евнухи вообще не имели надежды. Даже если бы обрезались, им бы это не помогло. И вот смотрите, Бог вроде бы как и хотел, чтобы не евреи рано или поздно составили народ во имя Господа, но с другой стороны поставил определенные ограничения. Значит, и многим евреям в свое время казалось, что это навсегда навечно, что так оно должно быть вот всегда. Значит, ну давайте посмотрим, какой комментарий к этим заповедям, вот к этой позиции дает сам Господь. Это книга Исаии. 56 глава. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Обратите внимание, вот эта вот фраза «откровение правды» говорит о том, что еще не вся правда открыта даже Израилю. То есть Синайский договор – это не есть полнота откровения. Если помним, Новый Завет говорит, что «Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». То есть Ишуа является наиболее полным откровением Бога о самом себе. Значит, и здесь Господь как раз-таки обращает внимание на это. По какому же поводу? Читаем дальше. «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Я хочу обратить внимание, что тут говорится «муж и сын человеческий». И это указывает на то, что это относится не только к евреям, но к представителю любого народа. И как подтверждение читаем дальше. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево». То есть, смотрите, здесь как раз вот две эти категории – пришельцы и евнухи. Значит, причем здесь пришелец, который присоединился к Господу, сын иноплеменника, присоединившийся к Господу. То есть, он уже обрезался, да, значит, но землю-то он не может иметь. И к нему особое отношение было. Ну, то есть, на самом деле, во времена Ишуа уже настолько отошли вот даже от Писаний, что такого рода, ну, их называли празелитами, запрещали даже заходить на территорию храма, что, в принципе, противоречило Торе. Значит, и поэтому у некоторых, ну, у пришельцев, которые вроде как и обрезались, но все равно создавалось впечатление, что Господь совсем отделил меня от своего народа. Видите? И Господь говорит, что, ну, это не совсем так. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держится завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих места и имя лучшее, нежели сыновьями дочерям. Дам им имя вечное, которое не истребится. А сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме моем. Их в моем доме, молитвы всесожжениях и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. То есть они получат доступ к жертвоприношению, то есть фактически они получат прямой доступ к Господу. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. То есть обратите внимание, здесь опять же звери полевые, звери лесные, обращение к киноплеменникам, не к язычникам, к киноплеменникам. И здесь идет очень интересный комментарий к тому, то есть Бог говорит, что отделение не евреев от Израиля, оно не навечно. Причем обратите внимание на такой момент, если, скажем, пришелец не хотел обрезываться, он не имел права есть пасхальную жертву, принесить пасхального агнца. Он имел право это сделать только если обрезался. А не обрезался, не имел права. А сейчас мы уже четко, конкретно знаем, что спасение и жизнь вечная даруются только через агнца. Понимаете? То есть пришелец не желающий или боящийся обрезываться по какой-то причине. Евнух так вообще не имели надежды. Но оказывается, это не навсегда. Оказывается, Бог отделил просто Израиля от других народов для определенной цели, но для других народов у него тоже есть цель, которая раскрывается в дальнейшем ходе истории. Понимаете? И Бог здесь обещает имя и место лучшее, нежели сынам. Вопрос. Неужели вот Бог при всех вот этих вот раскладах, при том, что вот Ишуа говорит, разве можно отобрать хлеб у детей и дать его псам, иноплеменникам обещает имя и место лучшее? Смотрите. Бывает такое, что какая-то семья там усыновляет ребенка, при том, что есть свои. И для того, чтобы этот ребенок не чувствовал себя как-то униженным, бывает такое, что ему уделяют больше внимания, чем родному. Но при всем при этом мы должны понимать, что родное при этом не забываем. Это один момент. Момент другой, значит, когда настанет тысячелетнее царство, неевреи, живущие среди еврейского народа, мало того, что получат имя того колена, среди которого находятся, то есть если человек родился украинцем, он сможет стать полноправно евреем из колена Вениамина, там из колена Иссахары, из колена Иуды, из колена Симеона. Каком колене будет, таким именем и будет именоваться. И более того, получит земельный надел среди того колена. То есть станет, в принципе, равноправным израильтянином. И вот это, вот действительно, скажем так, это в определенном смысле, это даже больше, чем если бы они были рождены израильтянами, понимаете? То есть неимевшие надежды получили и надежду, и жизнь вечную, и имя вечное. И имя, и место намного лучше, чем было получено по праву рождения, понимаете? О чем идет речь? Интересно, как это реализовалось в Новом Завете. Вот реально, это просто подтверждение того, что все это Бог творил. Бог здесь выделяет эти две категории. И в Новом Завете мы видим двух людей. Каждый из них является представителем представителем вот одной из этих категорий. Один это иноплеменник Корнилий, а другой Евнух. И Писание не зря показывает именно этих людей для того, чтобы показать, как осуществлялось Божье намерение вот через Ишуа и через его учеников впоследствии. Мы видим, что Божье Слово исполнилось. Еще интересный момент по поводу вот этой вот 56 главы. Смотрите, здесь говорится о людях, которые в принципе, не имея надежды, все равно выбирали для себя следовать путем Господа. Вот скажите, кто-то из вас, если бы вам сказали, вы, конечно, можете ходить путем Господнем, но спасения вы не получите. Вы бы ходили? Ну, кто-то да, кто-то нет. То есть, понимаете, о чем идет речь? Здесь идет речь о людях, которые, не имея надежды, все равно следовали этим путем. И Господь обещал их так вознаградить. Вознаградить. И вознаградит. И вознаградил, и вознаградит. То есть, мы должны понимать, что действительно Господу... Господу приятно, когда человек делает что-то по заповеди. Но ему еще приятнее, когда человек самостоятельно, видя, что... Ну, видя реально жизнь Божью, желая иметь эту жизнь Божью, даже не имея надежды, все равно принимает решение следовать этим путем, просто потому, что вот это вот находит какой-то отклик в его сердце. Понимаете? Это очень интересный момент. Значит, то есть, немножечко мы обрисовали вот эту вот глобальную картину. То есть, у Бога есть план спасения всего человечества. Значит, Израиля он избрал для того, чтобы Израиль, как первенец, был примером. Значит, и Израиль он отделил от народов не для того, чтобы народы отделить от Израиля навсегда, но на время. Богу всегда были приятные люди, которые из других народов, которые следовали этим путем. Есть еще одно место, подтверждающее эту идею. Это как раз таки, когда Петр пришел к Корнилию. У них интересный диалог состоялся. Сейчас я найду это место. Спасибо. 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 Да, это 10 глава. У Петра было видение. Он его четко интерпретировал. Не как приказ есть нечистую пищу, но как приказ благовествовать неевреям. Сейчас, сейчас, секунду. С 28 стиха. Это деяние, 10 глава, с 28 стиха. «И сказал им». «И сказал им». То есть, вот Корнилий, Петр входит в дом Корнилия, значит, и сказал им, «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека с кверными нечистым». То есть, видите, как он интерпретировал видение с нечистыми животными. То, что, кстати, было написано, «Звери полевые, звери лесные, идите есть». Значит, «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа. И в девятом часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде, и говорит, Корнилий, «Услышана молитва твоя, и милостыни твои воспоминулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море, он придет и скажет тебе, «Тот сейчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом». То есть, видите, он не говорит пред тобою, пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его, и поступающий по правде, приятен Ему». Перекликается это с Писи 6 главой Исаии? Замечательно. Он послался нам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. У меня вопрос, к кому он послал слово? К сынам Израилевым. Не ко всем людям. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Он слово послал сынам Израилевым, но Петр получил совсем недавно откровение, что он есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и Верусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу. Видите, то есть определенная избранность есть, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели, пили по воскресению его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. У меня вопрос, тут написано, спаситель или судья? Благовестие состоит, оказывается, в том, что Ишо есть судья. о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть видите, как интересно здесь вот это все Петр интерпретирует. То есть это не харизматическая проповедь, это проповедь Евангелия в чистом виде. Первым неевреем, которым Бог послал евреев. И здесь четко, ясно расставляются те же самые приоритеты, что были расставлены еще во времена завоевания Ханаана. У Бога есть очень серьезные претензии к этому миру. И мир не избежит встречи с Богом. И вот Ишо, он есть тот самый назначенный судья, который и будет судить. Но прежде чем судить, он послал своих друзей, своих учеников, которых Бог готовил в течение нескольких ну получается где-то порядка двух тысяч, не, порядка полутора тысячелетий, скажем так, готовил этих учеников для того, чтобы они пошли и предложили мир от Бога всем остальным народам. те, кто примут мир, те, кто признают власть Господа над собою и согласятся жить в соответствии с заповедями, иметь жизнь, иметь взаимоотношения с Богом, те будут иметь жизнь, те получат прощение грехов и получат жизнь вечную. Те, кто отвергнут это предложение, будут уничтожены. Ну, то есть эта идея на самом деле не новая. Я думаю, что она несколько отличается с тем, что вы обычно слышали, но это то, о чем говорит Писание. То есть общий исторический фон мы, в принципе, установили. Делали мы это, правда, долго, и у нас очень мало времени на то, чтобы все-таки разобраться с тем, что же будет дальше происходить. Но я думаю, что основные моменты все-таки мы выяснили для себя. То, что для нас действительно важно исследовать Писание, чтобы понимать, а что же на самом деле происходит и будет происходить. Сейчас мир действительно на грани. Если мы зададимся вопросом исследовать моральный облик нынешнего человечества, мы увидим, что он уже мало чем отличается от того, что было в Содоме и Гаморе и от того, что было во времена Ноя. Про времена Ноя написано, что всякая плоть извратила путь свой, путь пред Господом. И Ишуа говорил, что немногие смогут найти этот узкий путь и войти этими узкими вратами. На самом деле человечество, если бы оно было предоставлено само себе и Бог просто отошел бы от этого мира, то в принципе недолго бы человечеству оставалось жить. Понимаете, и это не то, что кто-то бы взял власть над кем-то и вот небольшая кучка бы себе жила, существовала за счет остальных, которые были бы рабами. Вопрос на самом деле не в этом. У дьявола нет цели даже использовать человечество в качестве рабов. У него есть одна цель. написано враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Понимаете? То есть порабощение человека это лишь временная мера. Значит, и тот, кто не последует за Господом, тут однозначно будет определенное уничтожение. Микрофон. Зачем тогда начинать, не микрофон? То есть общий фон таков. Значит, теперь давайте я предлагаю просто открыть несколько мест, которые конкретно говорят о последнем времени. Матфея 24 глава. Матфея 24 глава. Сейчас мы будем просто читать и размышлять над написанным. На самом деле, я могу сказать, существует очень много книг, посвященных последним дням. Я вам скажу из того, что я читал наиболее адекватный, действительно соответствующий описанию Тудерека Принца. У него есть последнее слово на Ближнем Востоке в конце времен. Есть книжка «Будущее Израиля и Церкви». И вот, кстати, вот в этой книжке «Будущее Израиля и Церкви» он дает определение именно по Писанию. Причем он настолько досконально эти все вещи раскапывает и аргументирует, что только я не знаю, каким нужно быть предвзятым читателем, чтобы проигнорировать эти аргументы. Значит, вот он разбирает такие моменты, кого Писание называет Израилем, кого называет Иудеем, значит, кого называет Церковью, что такое Израиль Божий, чем Израиль отличается от Церкви, дальше, что такое остаток, избранный остаток, избрание, значит, что Писание говорит о возрождении Израиля, что Писание говорит о территории Израиля, значит, Значит, дальше он разбирает достаточно подробно вот многие моменты из пророчеств и показывает примерно, как вот будут развиваться события. Причем это действительно наиболее правильная интерпретация событий, которую я встречал в христианских исследованиях по этому вопросу. Потому что здесь идет конкретика. Значит, он берет Слово Божье, он показывает те события, которые вот на тот момент уже произошли и показывает, что вот то, что было написано и то, что происходит. И далее он просто по такому же принципу говорит, а вот что Слово Божье говорит о том, что будет после этого, о том, как это будет происходить. То есть он не выводит каких-то теорий, каких-то идеологий или чего-то, он просто внимательно анализирует прочитанное Слово Божье и выдает вот результаты, делает выводы из Писания, а не размышляет на тему и потом подводит места Писания под эти размышления. Понимаете? Дерек Принс. Принс. Сэ в конце, а не цэ. В интернете, я думаю, вы сможете найти. Если у кого есть флешка, мы... Будущее Израиля и Церкви. Это одна книжка, есть книжка «Последнее слово на Ближнем Востоке» и есть книжка «В конце времен». Вот три книжки, которые посвящены последним временам. Так, ну что, открыли Евангелие от Матфея? 24 глава. Кто хочет прочитать в микрофон? А у кого микрофон? С первого стиха? Да. Я остановлю. И выше Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многим прельстят, и многих прельстят. Так же услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни, тогда будут предавать нам мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и присядь многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет в Евангелии царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Данила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее, да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дому своего, и кто на поле, тот да не обращается, но взять одежды свои. Гори же беременны и тающими сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бег с вашей зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Стоп, кто-то может продолжить? Можно у меня вопрос? От начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. То есть вот до ныне и не будет, а потом говорится, что сократится это, то есть не будет такое же вот. Здесь идет речь о том, что та скорбь, последняя скорбь, она будет самой великой из всех в истории человечества, которые были, ну то есть вот не было от начала мира до ныне и не будет больше. То есть это будет последняя скорбь, да. И также сказано, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. То есть здесь говорится о том, что, значит, если бы Господь не положил конец беспределу, который будет твориться на земле, то никто бы на земле не выжил. Но ради избранных сократилось. Ну то есть Бог просто в определенный момент вмешается в ход истории, явно открыто, как это было с Вавилоном, как это было с Египтом. Значит, и остановит это безумие. То есть вот, ну, чтобы вы понимали то, что происходило во время Второй мировой войны, то, что творили фашисты, это ерунда по сравнению с тем, что будет. Так что готовьтесь. Кто дальше может продолжить? Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки. Стоп, 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 мы на 22-м остановились, с 23-го. Тогда есть те, кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки. И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молнии исходят от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст своего света. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. А смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, если все сие будет». Когда все сие будет. Да. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две, мелюющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, нескоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Амин. Остановимся здесь. Я хочу обратить ваше внимание на следующие моменты. Ишуа здесь перечисляет некоторые события. Значит, и момент первый, на который я обратил внимание, он не столько акцентирует внимание на тех событиях, которые будут происходить, сколько на том, чтобы, ну, вразумляет учеников, чтобы они не поддались соблазнам, не поддались искушениям, чтобы они бодрствовали, чтобы они наблюдали за тем, что происходит вокруг, чтобы они не ужасались. Понимаете? То есть вот то, о чем мы говорили вначале, что пророчества даны не для того, чтобы мы просто знали, что произойдет, а для того, чтобы мы были готовы, для того, чтобы мы хранили себя, для того, чтобы мы готовили себя к встрече с Господом. Потому что вот заканчивается эта глава как раз таким интересным моментом. Тот, кто готовится, тот исполняет поручения своего Господина, кто ждет своего Господина. А кто думает, что не скоро придет, у того могут возникнуть очень серьезные проблемы, когда он вернется. Понимаете? И есть еще один момент, на который я вот только сейчас обратил внимание, когда мы читали. Но как во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Значит, смотрите, когда мы читали предыдущие стихи, то картина нам представлялась, ну, мне, по крайней мере, представлялась, как некие ужасные события, как то вот во время Холокоста, да, массовые убийства, там, уничтожение, все. Да, как в американских голливудских фильмах и не только. Значит, но обратите внимание, ну, я, по крайней мере, обратил внимание на это, хочу показать вам кое-что. Ну, просто картина предстает радикально не такая, как обычно показывают о последних днях. Значит, услышите о войнах и военных слухах, смотрите, ибо надлежит всему тому быть. То есть услышим о войнах и военных слухах. Если где-то о войне слышат, значит, где-то она идет, но где-то она не идет. То есть вот мы сейчас живем на юго-западе Украины. Украина в состоянии войны. Кто-то это ощущает на себе? А спросите, порасспросите тех людей, которые приехали оттуда, которые через это прошли. Ощущается. Я попозже чуть скажу, каким образом. То есть войны будут локальные, да? Значит, Ишо говорит, смотрите, не ужасайтесь, потому что это будет. Значит, восстанет народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. То есть видите, вот это вот место по местам указывает на то, что это будут локальные явления, а не масштабные, не полномасштабные, скажем так. Все же это начало болезни. То есть вот то, через что мы проходим сейчас, это начало болезни. Вот тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Значит, нас пока не убивают и не предают на мучения, но есть места, то есть опять же это локально, где действительно христиан, где верующих иудеев преследуют, убивают, предают. Как бы это, это есть. Но опять же, это локально. Значит, и тогда соблазняться многие, друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Значит, ну, в Советском Союзе происходило подобное, это тоже было локально, и для некоторых верующих была возможность уехать за границу и там жить себе спокойно. Да? Дальше. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевшая же до конца спасется. То есть, все-таки будет возможность пройти через это. Дальше. Когда вы видите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в иудее, да бегут в горы. Вот это пророчество, которое уже, по крайней мере, один раз сбылось. Имеет ли оно отношение к нашему будущему? Я не знаю. Но то, что оно уже реализовалось в истории мессианских верующих, когда Иерусалим был осажден, а потом уничтожен, и из-за этого, кстати говоря, возникло разделение между евреями, верующими в Ешо, и евреями, неверующими в Ешо. Если помните, во времена Ешо было несколько религиозных и ультрарелигиозных движений. Это были фарисеи, саддукеи, и сеи, и зелоты. Это среди саддукеев партия была. И при всем при этом они как бы сосуществовали вместе. Они где-то друг с другом спорили, ругались, там всякое разное было, но они сосуществовали вместе. Понимаете? И когда появились верующие в Ешо, значит, сосуществование это было точно такое же, в принципе. Значит, ну, то есть, да, их могли преследовать, их могли убивать, но все-таки в народе, в народе ученики пользовались уважением. Понимаете? Ученики Ешо. Значит, но настал критический момент, когда ученики Ешо увидели исполняющееся пророчество об осаде Иерусалима, они не применули воспользоваться его советом избежать из Иерусалима, покинуть. И тогда власть имеющие, те, которые и противились, и преследовали учеников, нашли повод обвинить их в предательстве и измене. И на основании вот этого вот произошел очень серьезный раскол между иудеями. В принципе, на тот момент зелоты были уничтожены в Иерусалиме, саддукеи прекратили свое существование как партии из-за того, что Иерусалим был разрушен, и сеи, они какое-то время продолжали существовать, но эти общины потом прекратили свое существование. Кумранские пещеры это их отголоски, их там нет сейчас. Остались фарисеи и мессианские верующие. И фарисеи это современный раввинистический иудаизм, а мессианские иудеи это современные евреи, которые веруют вишу. И до сих пор вот этот вот раскол присутствует. И с ним надо что-то делать. Потом дальше давайте посмотрим. Значит, я увидел, что во всех этих событиях у верующих есть только одна позиция, которую они могут ну где-то как-то изменить. Когда Ишуа говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ну, бежать все равно придется кому-то, да? по-любому. Да. Но лучше, если это будет летом и где-то примерно в среду. Веселое ободрение, да? Ну, тоже бегство, оно как бы, ну, люди не от хорошей жизни бегут, да? Ну, вот так иудеям сказано. Дальше. Ишуа опять предупреждает о том, что появятся лжемессии, лжепророки, будут давать великие знамения. Ну, то есть мне сложно себе представить, что это может как-то реализоваться именно вот в широкомасштабных военных действиях. Я думаю, что в такой обстановке людям как-то не совсем до этого. Но сейчас я объясню. Значит, по поводу Ноя. Вот. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя, как во дни перед потопом, ели, пили, ну, то есть видите, будут глады моры по местам, но по местам будут есть, пить, жениться, выходить замуж. То есть, понимаете, вот есть моменты, которые показывают все-таки, что это все не будет глобально, это будет локально. причем я склонен все-таки верить в то, что вот все вот эти вот страшные вещи, они будут происходить на территории Израиля, потому что Израиль всегда был в фокусе Бога, в фокусе пророков, в фокусе Писаний, понимаете. И вполне возможно, что в Украине будет более-менее сносно, но в Израиле в этот момент могут происходить события, которые Ишуа описывает. И, скажем, бегство в горы, ну, можно, конечно, предположить, что Ишуа предупреждает жителей Венгрии, скажем, или Румынии, но мне сложно в это вериться, потому что в центре внимания всегда Израиль и взаимоотношения Бога с Израилем. Допустим, какие-то гонения будут на Израильский народ, которые в те же страны, которые в Румынии, и они будут таким образом спасаться, ну, сбегая в горы или еще куда-то. Ну, я думаю, что общий контекст как бы говорит не про Венгрию, не про Румынию. То есть, такие вот интересные события. Интересно еще, что Ишуа отсылает своих слушателей к пророку Даниилу. Давайте мы откроем Даниила. Женя, а у нас сколько времени. Все, перерыв. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok